давайте я вам перед тем как перейдем к основной теме я расскажу вам как я понимал что такое свобода слова в америке свобода слова это вот то словосочетание которое в россии абсолютно не понимает у них такое же понимание слова демократия россиян спросит что такое демократия не это бомбы над раком да ну то есть их спросишь свобода слова они скажут у нас в россии абсолютная свобода слова мы можем там обаму называть кем хочешь ну то есть но я вот когда начал понимать свобода слова это когда ты в армии когда ты в армии ты не подневольный ну практически да то есть у тебя у тебя нет всех тех свобод которые есть у гражданских и вот я начал понимать что мы как американские военные что позволено нам то есть то что позволено нам это ты просто можешь только по себе представить что происходит в на гражданке первый раз 2004 год мой первый год в армии ну я уже отслуживший один год мы на стрельбище стреляем с подсвольного гранатномета и стоит сержант кстати мы с ним до сих пор так в фейсбуке время от времени переписываемся они только приехали с ирака в первый раз то есть они были о варда бэр они приезжали с куэйта в ирак первое самый такой старт фаза была мы уже туда поехали когда обратно мы уже поехали в третью фазу то есть 2005 2007 год когда рома де там ну тут то отдельная история так вот и он стоит он тогда были выборы 2004 год выборы президента и все узнали что выиграл буш старт на второй срок и вот он с калифорнии демократом все дела и он стоит он такой испано-черный короче у него мама испано говорящая данную латиноамериканская аббатя черный то есть он такой и вот он стоит блин не бы так хотелось в открытом след командир все как бы хотелось чтобы это блин граната сейчас до вашингтона долетела я такой думаю нихера но это вообще чуть ли не угроза дать своему главнокомандующему и так далее но он как бы да это чересчур немножко было но он в открытую выражал что он недоволен выборами что он голосовал там за кого кто там против буша то дошел вице-президент клинтона как вон там эту про глобальную потепление там что-то топил все время и блин и все нормально высказался ничего ему такого нету то есть как бы хотя ну тогда еще буш как бы был выбран но он уже был президентом да ну короче такая это я туда ну конечно он там переборщил можно было бы это клепаться если чё ну за это бы ему толком тоже ничего не было ну да и по недоволен и многие так потому что многие недовольные многие радуются чересчур когда выигрывает президент тот или иной многие но недовольны это это бывает у всех такой второй раз это уже выборы через четыре года то есть мы я уже тогда съездил в ирак я вернулся из ирака моя первая база была в германии то есть я вернулся в сша и я поехал в техас на год начались выборы предвыборная компания на за год там за полтора начинается но за год до этой предвыборной компании собирается объединенное командование всех ветвей вооруженных сил американской армии то есть пехи ввс в мс тогда еще береговая охрана и армия и собирается и военная со всех этих ветвей военных они там мы год короче там были вот как бы мы назывались а у меня еще даже сувенир остался вот мышка мы назывались президентская инагурационная вот тут кстати вот эти все ветви которые здесь тут продание всем их одну и на арм форсис и нагрел комитет то есть инагурационная инагурационный комитет вооруженных сил и вот мы там были я был представителем а ну как один из и тогда понятно предвыборная компания там же кто там против а маккейн маккейн я за маккейна как раз тогда голосовал маккейн и обама когда узнали что обама будет выигрывать ну или нам выиграл или уже не помню когда а может и во время предвыборной этой компании начались типа и протесты то есть тип партнера это тут просто так ты не скажешь что такое тить начать чайная вечеринка да если переводить ну чайная вечеринка это сейчас готовьтесь но я по-быстрому постараюсь вообще тип паре которые были вот в то время они были это аббревиатура было это не чай это было ти и и то есть текст на в already уже достаточно обложены налогами перевод то есть как бы это было консервативная республиканское такое движение у них кстати это змея там у них была на флагах на желтых там и так далее и кстати это змея это не с тем связанная но она у меня уже была и я такой типа у меня вообще написано в районе ром то есть черный альбом металлики данной но я вот на пляже тогда в то время приходил да ничего деда ге там кто-то типа там положительная кто-то на меня таким глазом смотрел на сервен вот даже вот этот пример да то есть могло даже как бы считаться чуть ли не как экстремистским таким политическим ну и тогда но никто не спросил никому я официально не в ней не говорил что это металлика вот на черном альбоме металлика такое есть вообще никогда то есть это никогда не считалось экстремистская татуировка если это как бы там не придумывали если ну есть официальное обозначение экстремистских татуировок то есть если я в свастику все набил бы туда это был бы совсем другую базарным вот так вот в то время я ну я поддерживал как-то потому что у них были более такие вещи с которыми я был согласен плюс я был полностью за маккейна и они были как бы за маккейна и вот они устраивали они с этими флагами своими желтыми со змеей выходили а там на пятачке там он называется пятачок свободы там ну короче там все время проходили всякие всякие культовые исторические события там но такие протесты и они там были мы как раз проходили мы шли и там что мы откуда-то и шли короче к белому дому туда там этот весь промежуток работали короче пенсилвения вот это не по которой президент едет с капитолия во время награды хороший мы там все время тасовались нет мы идем а мы форме идем все и и я такой ну тогда ком командующему блин а может и нам типа присоединиться он говорит нет ну ты можешь пойти после работы переодеться и иди хоть присоединяйся хоть что хочешь но форме туда не пойдешь и вот тогда до меня дошло то есть ну почему потому что в форме это и вы видите да на стримах мы с вами можем общаться на любую тему на любую даже включая политику внутреннюю политику америки там и так далее то есть прикиньте в россии допустим сидящего военного общающегося на внутри политические проблемы россии да и не четко вот исполняя пропагандистскую такую вот ну да там какой-нибудь там ну даже может быть против допустим политики партии там на вот как в америке допустим я если бы сейчас были была предвыборная кампания трампа во второй раз я был конечно высказывался против и мы бы на это тоже говорили почему-то как и и этот но я бы это делал все не сидя форме как только даже вот если бы сейчас это видео я делал я надел форму это бы уже совсем подвыть возвысила мой статус как американского военного поэтому никогда не видели мои видео в форме если видели то так мельком и в основном нового не видите нам на моих даже звание моего толком не видите и ну потому что все что высказываю я это ни в кое случае не отображает точку зрения американского правительства американской армии это чисто моя точка зрения все так как на моя точка зрения могу говорить все что хочу если бы это все говорил форме значит это могло бы было быть использовано как точка зрения американской армии поэтому даже вот когда мы были на разных там ну учениях там и так далее в других странах да нам основывали форму не надевать но если вдруг форму надели то вот вам карточка с номерами телефона наших нашей медиа службы и отправляйте их туда потому что но допустим мы были на сибризе там моряки форме приехали мы без формы приехали мы в гражданской одежде но все равно моряки приехали форме и их там говорили типа давайте форме одевайтесь нам потому что приехали на все все главы главы безопасным сбу там глава ввс украины там в мс и так далее так далее на корабле у нас там был пир так ну не просто вечеринка и они от форме им сразу эти карточки дали типа что придут у вас спрашивать что-то ничего не отвечает давать эту карточку типа скажи позвоните там все расскажут нам мы были не форме нам вообще ничего не говорили что хочешь там тебе подойдут спросят то по позарь там ну какая разница там ну ты ты в рожанской одежде ты так вот подводя это все итог этому всему сейчас я уже ну мне нет абсолютно никакой обиды к алексееву арестовичу допустим он подал заявление на уход суд этого там ну за какой-то государственной там должности да какая она не знаю там какой-то там советник там при президенте там и так далее и так далее и так далее сейчас когда у него нет официально он может говорить все что хочешь он говорит свое личное частное мнение если даже у него есть какие-то там свои источники или может быть он обладает очень глубокой аналитный глубокими аналитическими знаниями там и так далее до его без сарказма то вполне я вполне заслуженно согласен что алексей арестович говорил вещи которые можно даже сказать спасли украину в самые первые самые первые дни месяца и недели то есть много 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 было вот всяких таких вещей которые повлияли на то чтобы у путина не получилось то что он хотел когда зеленский остался когда ему предлагали эвакуироваться и когда арестович вот у него была довольно таки большая аудитория когда он говорил вещи которые как бы ну успокаивали то есть ну не то чтобы успокаивали бдительность а вот действительно успокаивали паникерский вот эти вот всякие чувства и это отлично то есть но вот когда он начал уже опять же заигрываться в youtube ства гнаться за лайками гнаться за просмотрами а это все цепляет я вам как ютюбер это точно говорю он начал начал рассказывать вещи которые не должен был особенно как вот какое-то официальное лицо то есть вот это заигрывание с совочком то есть это кажется что ну если ты думаешь что он советник президента может это мы и возле президента заигрываются совочком там ну хороший же союз был лёша вот эти вот сидела сейчас я думаю все нормально я мы с вами не будем застрять никакого больше внимания алексея арестовича желаем у всего самого хорошего пусть говорит что хочет и мне кажется на этом можно ставить точку запомнить все хорошее а все плохое что он там говорил и так далее это может вспомнить потом попозже сегодня алексей арестович это украинец стоящий в рядах вместе со всеми с вами в борьбе против самого главного врага не просто вас украинцев а вообще всего человечества это российской федерации поэтому на этом это главное что нужно запомнить слава украине и вам слава и рома засу и до следующего видео украинцев украинцев украинцев